Ребята, теперь у нас новая проблема с вами, да? Да, касающаяся всех пенсионеров Украины. Короче, всем пенсионерам, которые проживают за границей и получают пенсию с Украины, теперь нужно пройти верификацию, подтвердить то, что я живой, другими словами, да? Это можно сделать разными способами. Можно пройти в консульство украинское, которое находится в Кракове. Сейчас я вам покажу, переведу камеру, адрес. Сегодня ходили. Аллея полковника Владислава Беллини. Ну вот фамилия. Празмовскего. Если я правильно прочитала, 4, но вы видите. И номер телефона. Лучше можно пойти по этому адресу, да? Мама, короче, это... Заплатить деньги, это 80 год, как нам рассказали, за бумажку, которая подтвердит, 800 гривен, это на гривны в переводе, мама как это говорит, что человек живой, пенсионер. Нервов, только не мое здоровье, не мое. Пенсионер нервничает, переживает, что и так маленькая пенсия, за нее прожить невозможно. 40 лет стажа. 40 лет стажа. Да. И нужно отдать большую часть, плюс еще за пересылку отправить эту бумажку, это с заказным письмом, да, с уведомлением, это тоже будет из лотых 50, я так думаю. И того обойдется 130 нот, где-то примерно, или... 2300 гривенечка, или делим на 4, получаем цену гемера. И плюс проездной 800 гривенок, сколько пенсионер касается. Так, да, я-то расскажу сначала про одно. Значит, либо же можно сходить в консульство, либо же другим образом, можно через ДИЮ это все, и еще через какую-то конференц-связь. Ну, это нужно... Разбираться. Да, это нужно время сидеть, ну, можно разобраться, но дело в том, что там тоже существует очередь, и пройти нужно эту верификацию на протяжении ноября, чтобы до конца года, чтобы до конца года это уже было... Человек прошел это все, и с нового года, чтобы получал пенсию, чтобы ее не остановили. А если не пройдешь эту верификацию, то пенсия будет временно приостановлена, как пишут, мы прочитали в новостях средних, и выплачено будет тогда, когда человек пройдет эту верификацию. Это очень долго. А можно еще другим способом поехать в Украину, зайти в пенсионный фонд, показаться, что вот я, она, я, и чтобы платили пенсию. Как и ранее. Мы в прошлом году, мы в прошлом году ездили на могилу внучка Царства Небесного, и я заходила в пенсионный отдел, открывала новую карточку для получения пенсии. А теперь еще можно показаться. А теперь нужно, и это всех касается, не только тебя, это всех, всех пенсионеров, живущих за бондоном, в любой, в любой стране, не только в проживающих пенсионерах Польши, но и в других странах в связи с войной. Кто смотрит нас из пенсионеров, женщин, проживающих за границей, напишите, вы прошли в комментариях, пожалуйста, такую верификацию, и что вы думаете по этому поводу. Мама, что ты думаешь по этому поводу? Что можно было, я думаю, бесплатно, да, для пенсионеров? Да, для пенсионеров можно было бесплатно, очень дорогие справки, пенсии маленькие, очень дорогие справки. А потому что украинская пенсия и так мизерная, это ничто, на границе это вообще ноль. Это вот три раза я скупила. Да, два-три раза сходить в магазин за месяц, плюс еще вот такие суммы отдавать. Я вычитала, насколько это правда, правдивая информация, не знаю, что два раза в год нужно теперь с ноября такое постановление проходить эту верификацию. Раннее утро, иду на работу, движение на дорогах уже оживленное, машины туда-сюда едут. Еще немножко и пробки будут, а пока нет в этот час, когда я иду. Всем хорошего дня или вечера, отличного настроения. Самое главное, мира и добра всем нам. Ой, день добрый. День добрый. А что это за пани? Пани Раиса. День добрый. День добрый. Что, десь я чепло? Чепло. Вижу. Да. Привет всем. Сейчас сидим с мамой за билетиками. Надо купить проездные, да, бабцы? Бабца, идешь? Иду. Идем за билетиками. Театр Богателла, кто не знает, да, бабца, мы уже знаем. Каждый месяц определенного числа покупаем билеты проездные. Мама говорит, билеты дорогие. Билет, вот я, у меня льготный билет 800 гривен, 80 злот, это очень дорого. Так сейчас посмотрим, каждый месяц немножко дорожает, сколько будет в этом месяце. Вот так сигналишь, не поймешь, как они и те стоят, и те стоят, на пешеходном переходе не пропускают. Вот он, пункт продажи билетиков на Богателле. Бабца уже знает дорогу. А что закрыто? Все написано. А там стрелочка вот куда-то, наверное, в другую пройти надо. Правее. Видите, ребята, пришли, и тут написано, что замкненто с 61-го поджерника. Значит, и вот продаются билеты по следующим адресам. Велополе, Павия 5А и Центрум Де Седем. И еще терминал, парк Райтгурга. Говорила, поехали по важному делу, потом сюда, а мама притащила сюда. Скоро в Польше праздник, и сейчас по всему городу моют окна. Видите, вот таким образом на тросах, ребята, здания, чтобы были чистые окна. Ищем, где купить билеты. В галерею Краковскую зашли, сказали, на первый этаж надо подняться. А теперь первый этаж. Так, идем на первый этаж. В галереи Краковской уже такие красивые елочки продаются. Смотри, вернее, не продаются, а стоят, да, бабца? Да. И мы с тобой как две елочки ищем, да? Где проездной купить. Вы говорите, переносы такие проездные каждый год. Потом мы и ищем. Еле нашли, где продаются билетики проездные. Купили проездной. Мой проездной стоит 80 злотых. А, нет, 90. 90 злотых. А твой сколько стоит, бабцин? Покажи. А бабцин стоит 75 злотых. 79 злотых. 795 гривен. В общем, ребята. Людей здесь немало покупают билеты, да? В общем, возле Бедронки, ребята, рядышком. А там, где на автобус билеты продаются, да? Ну, возле Бедронки ориентир. В общем, из-за угла вывернули, и здесь Бедронка. А вот там направо продаются билетики. Проездные. Самый дешевый хлеб. Картошка есть, мама говорит, а надписи нет, да? Цены. Это какие хитрые. Потом будут шипились на кассе. Или пушку и земляки. И решили взять совсем немножко. Это мама пенсию получила, да, мам? Да. На билеты и на чуть-чуть продуктов. На билеты и на чуть-чуть продуктов. И на то, что надо подтвердить, что я живая. Да. Чтобы пенсию это не потерять свою крайнюю. Да. Какие интересные киндеры. Праздникам. И Деты Морозы. Ты нашла лавровый лист? Нет. А вот. Как я подошла, сразу нашла, да? Нет, смотри. Действую на маму магическим образом, да, бабцы? Сразу все находит. Харк Бедронки 2,99. Это, говорит, есть акции там на 5 килограмм. Нам 5 килограмм не надо. Мы его будем год есть. Проходим мимо вкусняшек в галереи Краковской. Какая красивая елочка в галереи Краковской. Бабца, хочешь посниматься там? Не, не хочу сегодня. Я не в состоянии. Понедельник день тяжелый, да? Какая большая. Не забывайте, ребята, ставить ваши лайки, писать комментарии, подписываться на канал. Всех люблю, целую, обнимаю. До скорой встречи и всем пока-пока. Ребята, выводим вот пятнышко такое у мамы на пальто. Ну, оно, конечно, еле заметное. Такой кругляшок. Что-то такое жирное, да, уже уселость где-то? И вот у меня есть ваниш. Сейчас мы ванишем польем. Я так у мамы на кофте пятно выводила. И я надеюсь, оно выведется. Я его размазала. Конечно, вид у него бабца. Вот так и ходи. Вот и следующий раз смотреть, куда садишься. Выведешь всегда аккуратно. Я надеюсь, пусть оно так постоит. И потом мы его простираем. Я надеюсь, оно выведется. Потом расскажу вам результат. У нас вечер, мы с мамой проголодались и решили оладушки испечь. Говорю, мама, принеси какую-нибудь маленькую формочку. Она выглядывает и говорит, нахрен, тебе ж тесто месить. Тазик пятилитровый. Вот это мама проголодалась. Молодец. Для рецепта мне нужны яблочко сегодня. Апельсин у меня есть. Можно любые фрукты, которые у вас есть. Мука, сахар, соль по вкусу. Ну, если любите разрыхлитель или ванильный сахар, добавить можно. Яблочко или другие фрукты мелко-мелко нарезаем, как можно мельче. Также мелко нарезаем и апельсин. Сюда же я вбила, ребята, одно яйцо. Сейчас добавлю немного домашнего кефира, потому что он нам очень нравится. Его пить приятно. Видите, какой густой-густой, как сыр, как творог. И воды добавлю. Сахара у меня мало. Осталось совсем ложечками полное столовое. Поэтому мы будем со сладким вареньем. Ну, вот, размешиваю и добавляю частями муку. Если у вас ситечка есть, просеиваем через сито всегда, при любой выпечке. И вот так, чтобы оно было густоватое, как сметана, тесто должно быть. Ну, вот, мои оладочки жарятся. Освещение, конечно, никакое. А, вот, мама свет вдалеке включила. Видите, виднее стало. Жарим до готовности с обоих сторон. С обеих. Такие вкусные оладушки у меня получаются. Смотрите, вкуснятина, ребята, с апельсиновыми нотками и яблочными, фруктовыми. Вкусно, не то слово как. Вот попробуйте, приготовьте и вы. Мама уже попробовала, да, мам? Да. Понравилось? Очень. Ммм, говорит, как вкусно. Конечно, вкусно, потому что здесь есть домашний кефир. Если бы кефира домашнего не было, только вода, было бы не то. Мама уже не было.